Привет, ребят, с вами Megabzor.com, очень рад вас видеть. Сегодня я хочу поделиться опытом эксплуатации и рассказать про новый телевизор от компании TCL. Это 55-дюймовая модель с изогнутой панелью с поддержкой 4K разрешения. Продажи, насколько я знаю, стартовали этого телевизора, стоит в районе 60 тысяч рублей. Также в этой серии есть модель с диагональю 50 и 60 дюймов. И вышла вместе с ней серия с обычной прямой панелью, то есть можно подобрать. Но вообще, если брать именно характеристики и стоимость, то модель вполне адекватна, если сравнить, например, с такими брендами, как LG и Samsung. Итак, данная модель у нас, как я говорил, идет 55-дюймовая. Это телевизор, то есть сейчас мы видим картинку, которую сейчас он отображает. Данное изображение у нас идет с потокового цифрового телевидения. Данный телевизор все это дело поддерживает. В данном случае это оператор DOM.RU стоит и вполне без проблем, но тюнер работает. Есть здесь возможность подключения источников звука по HDMI, по аналоговым, по композитным разъемам. Но, естественно, что если вы хотите 4K, то нужно воспользоваться HDMI-разъемом, который есть на данном телевизоре. Тут, кстати, эти разъемы выведены на боковой грани. Это сразу три HDMI-разъема. Не нужно отодвигать панель для того, чтобы подключить. Очень удобно. То есть, если вы повесите телевизор на стену, то эти разъемы будут всегда доступны. Также есть два отдельных USB-разъема, позволяющие подключить внешний накопитель. Здесь можно полностью воспроизводить полноценно все известные цифровые форматы, которые доступны в сети для скачения. То есть, 4K-фильм вы можете скачать на флешку и запустить на данном телевизоре. Никаких проблем не возникнет. У данного телевизора очень интересный дизайн в стиле хай-тека. Боковые грани примерно 1 см по всему периоду метро. Боковые здесь идут у нас серебристая окантовочка. Здесь у нас идет пластик. То есть, в плане практичности все хорошо. Вот такая комплектная ножка у нас идет металлическая. Телевизор на ней стоит устойчиво. Ну, то есть, можно, естественно, панель при желании пошатать. Но, в целом, телевизор стоит устойчиво, не шатается и не падает. Здесь у нас толщина 1 см. Боковая часть немножко, точнее, центральная часть немножко толщина. В ней скрывается основная начинка цифровая. И, собственно, смарт. Там же находятся как раз все разъемы. И туда же можно, например, поставить WS-окрепление. В комплекте также идет несколько винтов для того, чтобы правильно подобрать крепление. Ну, и установить, и установить, и чтобы оно у нас не падало. Также в комплекте идет вот такой продолговатый пульт управления. С помощью него можно полностью управлять данной системой. То есть, никаких затруднений нет. Ну, и плюс к USB-разъему, который стоит в телевизоре, можно также подключить беспроводную периферию. Здесь есть, кстати, Bluetooth. Или, например, проводная какая-то клавиатура или датчик от беспроводной клавиатуры. Все это будет работать. Итак, в данном случае сейчас у нас работает цифровое телевидение. То есть, никаких проблем с сигналом от российских провайдеров не будет. Также здесь у нас есть. Давайте посмотрим. То есть, мы можем переключать каналы, смотреть. То есть, это, естественно, обычный стандартный у нас этот идет. Ну, и, собственно, выбрать источник звука. Вот мы видим, сверху появился здесь аналоговые композитные входы. Можно подключить персональный компьютер через DVI. Ну, естественно, никто не мешает подключить его по HDMI. Можно вполне сюда подключить какой-то маленький компактный компьютер и играть в те же игры, подключив, опять же, геймпад. Но, естественно, сейчас и Sony, и Xbox поддерживают 4K разрешение. Никто не мешает здесь также играть. Итак, давайте вернемся домой и посмотрим на изображение. Так, я просто сейчас не очень удобно стою. У нас приемник находится с той стороны. То есть, загружается у нас экран. Данный телевизор поддерживает смарт-функционал, что можно сделать в смарт-функциях. Можно сразу смотреть ролики на YouTube, здесь делаются акценты именно на роликах. Также есть игры. Ну, и, опять же, как раз возможность переключения и просмотра изображения с разных источников звука. Ну, единственное, что сразу еще отмечу, что вот этот смарт-функционал, а здесь Android, насколько я не ошибаюсь, Android 5 стоит, то этот функционал у нас работает только в Full HD разрешении. Я не нашел, как на данном телевизоре переключить его на Full HD. То есть, здесь мы можем без проблем подключить, например, какие-то изображения, посмотреть игры, посмотреть, посмотреть топ. То есть, вы можете здесь посмотреть любимые каналы, например, на YouTube. Для связи с сетью есть беспроводной модуль по Wi-Fi и есть возможность подключения проводного подключения. Если у вас есть проблемы или удаленность от точки, вы можете всегда подключить по проводу и без проблем смотреть 4K. То есть, можно запустить какой-нибудь ролик. Давайте вот, например, посмотрим ролик от Wargaming. То есть, здесь вот в плане картинки все очень хорошо, изогнутая панель. На самом деле, я переживал, когда ставил потом телек, это первый телевизор с изогнутой панелью, и были сомнения по тому, как будут смотреть люди, те, которые находятся не с краю. Но на самом деле, никакого здесь комфорта нет, но хотя на самом деле лучше всего картинка воспринимается именно напротив телевизора, создается такое ощущение, что полный обхват и своего рода виртуальная такая вот объемная сцена. Здесь, кстати, на пульте у нас есть отметка 3D, но, к сожалению, данный телевизор, конкретно эта модель, 3D не поддерживает. То есть, видим, что картинка вполне сочная, можно посмотреть любимые ролики, ну и включая, конечно же, и наш обзор. Никаких лагов и тормозов с этим телевизором нет. Здесь вполне все хорошо работает на борту, если не ошибаюсь, ядра Cortex A9. У нас стоит график Mali, 4, по-моему, или 5 гигабайт места для хранения данных. То есть, вот мы выходим с YouTube, и здесь же можем мы поставить какие-то дополнительные приложения. То есть, вот это сейчас у нас чисто YouTube идет, ну и вот приложения можно какие-то запускать. Вы можете посмотреть онлайн-фильмы, посмотреть браузер. Есть даже клиенты социальных сетей, все это запускается и работает. То есть, вот такая полноценная станция в данном телевизоре предоставляется. Собственно, если подводить итоги по данному телевизору, панель нам очень понравилась. 4К разрешение с поддержкой HDR. Также здесь есть дополнительные технологии, отрабатывающие и улучшающие изображение во время движения. Она как раз на прямом выходе на 4К. Есть большое количество разъемов для подключения внешних источников звука. Адекватная начинка, обеспечивающая должный уровень быстродействия. Два варианта подключения к сети беспроводное и проводное. Ну, такой вот неплохой комплектный пульт. Комплектная ножка. Ну и возможность зафиксировать на V-сокреплении. Собственно, вот такой вот телевизор за 60 тысяч рублей, мне кажется, очень интересный телевизор. Диагональный 55 дюймов и с поддержкой 4К. С удовольствием обсудим данный телевизор с вами, ребята. Если есть какие-то замечания, обязательно напишите в комментариях. Всем спасибо за внимание и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok